МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мне бы очень хотелось, Александр Михайлович, чтобы вы сейчас рассказали о той комнате, где мы находимся. Ведь, по сути, с каждой комнатой, с каждым отделением усадьбы связана своя история. Мы с вами находимся в Верхней русской библиотеке, во дворце, бывший дворец князей Голицыных. Здесь собраны у нас замечательные книги только на русском языке. Всегда здесь находилось огромное количество томов. Но мы, правда, не стали восстанавливать те шкафы, которые были, хотя мы знаем, как они выглядели. Здесь мы умышленно не стали этого делать, потому что нам посчастливилось приобрести вот эти великолепные шкафы 18 века. Из волнистой березы и вот за моей спиной шкафы из красного дерева. Это стиль Жакоб. Шкафы 18 века из усадьбы Самариных, из усадьбы из Малково, которая находилась под Одинцово. И это была библиотека. В этих шкафах хранилось Самариных, известных философов того времени. Они хотели создать первую публичную библиотеку в Москве, но их опередил граф Румянцев. Ну а мы с вами находимся действительно в очень интересном зале, потому что именно сюда в 1849 году Степан Петрович Шевырев, известный литератор, известный профессор, Московский университет, академик, историк литературы. Он был женат на внебрачной дочери князя Бориса Владимировича Голицына, владельца этой усадьбы. И частенько приезжал сюда и здесь гостил в летнее время. И вот он в 1849 году приглашает Николая Васильевича Гоголя, с которым был очень дружен. Николай Васильевич Гоголь приезжает, несколько дней они здесь гостят, пьют кофе, чай, читают различные книги. И Николай Васильевич Гоголь привез второй том «Поймы мертвые души», совершенно готовый для печати. Но взял Шевырева, а честное слово никому не рассказывать о содержании прочитанного. Он сдержал свое слово? За несколько дней до своей кончины Гоголь сжигает второй том «Поймы мертвые души». А Шевырев сдержал данные ему слова, никому ничего не рассказывал, как бы к нему не приставали. Но он дал честное дворянское слово. Поэтому он нес с собой могилу и тайну окончания второго тома «Поймы мертвые души», а также многих его персонажей. Но только лишь стены этого дворца помню тайну окончания второго тома «Поймы мертвые души». Вот с этим залом такая интересная история связана. Ну а здесь у нас хранятся великолепные книги, прижизненные издания Пушкина и издания 18-го, даже 17-го века, 19-го века. Это антикварные книги. Всего библиотека была огромной у князей Голицыных, свыше 40 тысяч томов. Книги на иностранных языках, книги на иностранной библиотеке, которые мы восстановили. Ну а здесь верхние русские книги на русском языке. Но в 1918 году библиотека отсюда была вывезена и распределена между различными учреждениями города Москвы. Львиная доля попала в Ленинскую библиотеку, библиотеку Московского университета, даже в частные собрания. Ну как-то так вот к книгам отнеслись. Но нам эмиссары 18-го года оказали неоценимую слугу. На каждой книге они поставили лиловый штамп и написали ручкой «Библиотека Голицыных-Веземы». Поэтому благодаря этому штампу мы можем определить наши книги. Нам, правда, всего удалось вернуть 41 книгу. Из этого и 40 тысяч томов. Сейчас фонд редкой книги в нашем музее насчитывает порядка 10 тысяч томов. Это книги 18-19 века. Есть бесценные издания, есть очень редкие издания. Это и прижизненные издания Пушкина, как я уже сказал, и книги, которые были здесь в библиотеке. Есть библиотеки даже из книги из библиотеки Павла Первого, «Суперкс Либрисом». Это редчайшее издание. Они хранятся здесь, в нашем музее. Ну а сама библиотека научная есть еще. Она тоже очень большая, порядка 150 тысяч томов. Вот такая библиотека у нас. Вы богаты. Да, в этом плане да. Александр Михайлович, несмотря на то, что этот зал таит в себе тайны и секреты 18-19 веков, здесь уже появились и новые современные технологии 21 века. И если уж взять в руки редчайший экземпляр книги того времени, конечно же, не удастся посетителям, но посмотреть их содержание, они теперь могут все это сделать самостоятельно, благодаря появившимся интерактивным полкам в этих стеллажах. Музей – это не только хранилище древности, но обязательно мы показываем эти древности, и нам надо обязательно быть в ногу со временем, чтобы не было пыльных полок, как у некоторых складывается образ музея. На самом деле музей всегда идет с ногу со временем, и наш музей является в этом плане тоже не исключением. Мы одни из передовых музеев в этом плане. И действительно здесь не каждому посетителю мы можем дать книгу, потому что тогда бы эта книга просто не сохранится до наших потомков. Поэтому мы внесли вот такие вот очень интересные интерактивные вещи. У нас и портреты разговаривают, у нас здесь и можно книги потрогать, посмотреть, полистать. – Интерактивные? – Да, интерактивные, да. Полистать, пользуются большой популярностью. Ну вот эти все интерактивные вещи мы ввели к Пушкинскому празднику в прошлом году. Ну немножко дорабатывали что-то такое. Ну тоже к декабрю месяца, к 8 декабря мы уже полностью все у нас заработало, закрутилось, засияло. Поэтому наш музей является в этом плане одним из передовых. Поэтому не случайно к нам приезжают наши коллеги, директора крупнейших музеев России, не только в гости, но и посмотреть вот эти интерактивные вещи, которые мы ввели. Потому что компьютерами сейчас не удивишь никого, мультимедийными всевозможными проектами тоже не удивишь. А у нас они не просто вот компьютеры вставлены и какие-то фильмы вот там крутим. А мы связаны все это с историей этого места. И вот такие вот небольшие сценки. Они очень интересные, очень забавные. Вот и Наталья Петровна вот у нас старая княгиня, вот или графини старой с пиковой дамой Пушкина. Ваша княгиня была, Наталья Петровна, с которой Пушкин списал этот образ. Она появляется как привидение. Вы знаете, это очень забавно. Даже маленькие дети не пугаются, им очень интересно. Стоят вот и молодые люди, и для пожилого возраста людей. Это тоже очень интересное, такое забавное мероприятие. Все прям вот в восторге от этого. Интерактивные карты различные. Войны 1812 года. И Кутузов, и Наполеон, и Пушкин нас встречает при входе. Дама приходит, чтобы подкрасить губки, привести себя в порядок. А здесь Пушкин появляется из зеркала. Здравствуйте. Вот такие вот вещи очень интересные. И завершаем мы нашу экскурсию очень интересным, интерактивным таким действием. Это бал Пушкинского времени. В темной комнате, в круглом зале, в цокольном этаже. У нас все это оборудованное, люди садятся на пуфики. И можно окунуться в эпоху Александра Сергеевича Пушкина. Как он принимал участие в балах, какие танцы танцевали, полонезка, кадрилька, тельон, вальсы. Каких одеждах они были, потому что что такое веер, искусство веера. Веер – это язык веера еще. Какие книжечки дамы при себе обязательно должны были иметь, корне, где записывали танцы молодых людей, кто кого приглашал на танец. Но такие вот мы как бы немножечко с вами погрузились в век XIX во времена Александра Сергеевича Пушкина. Поэтому нам хотелось, чтобы наши посетители почувствовали атмосферу того времени, которое царило здесь, в этой усадьбе, в этом дворце, да и вообще в России того времени, пушкинского времени. Поэтому мы вот стали как-то одним из передовых музеев. Вот у нас Министерство культуры выбрало два музея таких вот передовых, которые, в общем-то, где прокатать вот эту всю систему. И может быть вот такая система, она будет введена в наш музей, музей Московской области. Ну, в нашем музее у нас 12 музеев областного подчинения Московской области, 80 музеев муниципальных, так что это очень большая музейная империя. Можно так сказать, одна из самых крупнейших по количеству музеев области, Московской области. И, конечно, нам это очень приятно и радостно, что у нас хранятся вот такие бесценные сокровища. Ну, а сокровища мы обязаны хранить, вот, и не только хранить, но и показывать их. Остальным? Да, остальным. Александр Михайлович, каким был для вас 2019 год? Ну, 2019 год – это, прежде всего, он и сложный, и одновременно легкий был год. Конечно, в каждом году, какой бы он ни был сложный, какой бы он ни был тяжелый, всегда есть позитивные моменты. И точно так же, как и для вот в жизни нашего музея, мы провели более 20 выставок. Это не только в стенах нашего музея, но и за пределами нашего музея. Мы сотрудничаем со многими музеями нашей страны. У нас были выставки в Воронеже, были выставки в Ступино, на территории Московской области. Были в Оренбурге выставки очень интересные. Мы проходили выставки в других городах. В общем-то, это в Ульяновске сейчас вот наша выставка работает, в альбоме вашем «Я пишу». Ну и у нас тоже мы принимали выставки из Бородинского музея, из Михайловского, сейчас вот из частных коллекций. И у нас работает выставка без делюшки. Работает выставка из музея-заповедника Есенина Константинова. Так что мы обмениваемся выставками с другими музеями. Чтобы показать наши коллекции жителям, которые находятся далеко от нас. Год был очень интересным, потому что в этом году, в 19-м году, мы праздновали большой юбилей 220 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. И весь этот год был, конечно, связан с именем великого русского поэта. Мы выступили одним из инициаторов письма президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, что через пять лет у нас готовятся очень крупные даты, 225 лет со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, чтобы он подготовил указ. Владимир Владимирович очень там подписались под этим письмом все директора крупнейших пушкинских музеев. И Владимиру Владимировичу это письмо было вручено на заседание комитета Совета по русскому языку. Он очень благосклонно к нему отнесся и пообещал, что обязательно этот указ будет издан. Поэтому нам надо, конечно, подготовиться очень к празднованию вот этого крупного юбилея. У нас большие там перспективы, но было сделано довольно много. У нас прошли торжества очень здорово. Благодаря поддержке Министерства культуры, благодаря поддержке администрации Одинцовского района, Андрея Робертовича Иванова, то, конечно, если бы без их поддержки, мы бы навряд ли смогли бы так хорошо отпраздновать и 220 лет. Во-первых, это было 1 июня, в День защиты детей. Был очень интересный фестиваль «Пушкин музей лета», тоже посвящен 220-летию. Там принимало участие 700 детей из различных регионов страны. Это и Воронеж, и Калуга, и Смоленск, Тула. 2 июня у нас прошел Пушкинский, наш очередной праздник, который прошел в Захарове. Он собрал более 15 тысяч человек. Вот такие были большие торжества. 6 июня у нас впервые, именно прямо в день рождения Пушкина, несмотря на будний день, мы провели это. Это был очень интересный Пушкинский театральный карнавал. Здесь собрались 22 театра Московской области, которые привезли свои пьесы по Пушкину. По 7 минут они показывали. Во главе жюри был Василий Семенович Лановой, народный артист России. Очень известные актеры были в составе жюри. Затем был концерт русского балета народного артиста России Вячеслава Гордеева. Под его руководством Бочесарайский фонтан. Фантастические костюмы, декорации необыкновенные. Затем после балета был большой концерт Московского театра «Геликон опера», где выступали народные заслуженные артисты России. То есть праздник у нас закончился, по-моему, где-то в часа в два ночи. Вот так разошлись только у нас все наши гости. Это было, конечно, замечательно. А затем еще посвященный Пушкину был большой галоконцерт, посвященный тоже Пушкину. И вот победе нашей, к 75-летию Победы. Это хоровые коллективы, хоровые организации Московской области. Только одних артистов было 1100 человек. Это проходило здесь, вот на территории Везем. И закончили мы празднование дня рождения Пушкина. Это уже к концу июня. Был поставлен спектакль нашей театральной студии, которая работает при музее. И показ балета «Глиера» и «Медный садник». Ну и также в августе продолжили. К юбилею Пушкина был еще фестиваль «Традиции», организованный Баяком Прилепиным. Этот фестиваль, на фестивале было порядка 20 тысяч человек. То есть это огромное количество людей. Он шел с раннего утра до поздней ночи. В этом году довольно интересные были приобретения, поступления, коллекции нашего музея пополнились. Министерство культуры смогло выделить деньги на приобретение нескольких работ из коллекции Анатолия Посяда. Это крупнейший скульптор 20 века. Много работ посвящено Пушкину. Внук Посяда нам подарил всю коллекцию. Это 82 работы, но с условием, что несколько работ мы приобретем. От Министерства культуры я министру нашему рассказал это все. Она, в общем-то, откликнулась и выделила деньги на приобретение. Поэтому мы получили фактически задарма 82 скульптуры, крупнейшего скульптора, его работы хранятся в Третьяковской галерее, в Государственном музее Пушкина, в Михайловском. Вот у нас теперь самая львиная, самая большая доля. Ну и также еще ряд предметов, которые пополнили коллекции нашего музея и 18-го, и 19-го века. Поэтому год 19-го был очень таким насыщенным, плодотворным, интересным. И вот, можно сказать, начало 20-го года у нас ознаменовалась, как всегда, нашей традиционной конференции, которая называется «Хозяева гостей усадьбы, веземая усадьба Захарова». Мы конференцию нашу... Раньше мы проводили три конференции, сейчас по ряду причин мы объединили ее в одну конференцию, и у нас было очень много гостей. Мы приняли гостей из 10 субъектов федерации. Это были различные... Она была международной, были у нас гости из Молдовы, наши выступающие. И это такие города, как Елабуга, Казань принимали участие, Тула, Смоленск, Ярославль, Москва, конечно, Московская область, Крым, из Гурзуфа к нам приехали наши коллеги из музея Пушкина в Гурзуфе, Оренбург, так что очень интересные такие города. Многие музеи приняли участие. Было заявлено 62 доклада. Она проходила в течение двух дней, 25 и 26 января, в субботу и воскресенье. И было прочитано 58 докладов, только 4 человека не смогли приехать к какой-то причине. Есть уважительные причины. И, в общем-то, первый день был пленарное заседание, где мы рассказывали... Были доклады о владельцах, хозяев и гостях усадьба Везема и Захарова и также о событиях войны 1812 года. А второй день были три секции. Одна секция была посвящена Голицынам, род Голицынах в истории Отечества. Вторая была секция Пушкинская. Пушкин, Подмосковье и Москве. Пушкинское наследие. И третья секция была Троицкая. Это наша небольшая Троицкая конференция, которая объединяет древнерусников. Были очень известные ученые, известные исследователи. Приезжал на конференцию Георгий Сергеевич Голицын, потомок княжеского рода Голицына. Георгий Сергеевич был академиком, членом Президиума Академии наук Российской Федерации, директором физики атмосферы. Он академик Академии Великобритании, многих европейских государств. Он сейчас в серьезном возрасте. Ему отмечался здесь юбилей. Мы им подарили подарки наши от музея. И, конечно же, во время конференции мы награждали наших участников. Всегда по традиции мы награждаем медалью, Голицынской медалью, тех людей, которые внесли очень большой вклад в развитие нашей конференции и с очень интересными докладами выступали за верность традициям. На этот раз у нас медали получили сразу три человека. Это Елена Васильевна Семенищева, заведующая отделом Бородинского военно-исторического музея-заповедника. Елена Ивановна Карташова, заместитель директора по научной работе из острова музей-заповедника Град, остров Севьяшск. Это недалеко от Казани. И Вера Васильевна Кольцова, замечательный сотрудник, которая очень много раз выступала у нас на конференции. Это сотрудник музея-заповедника Чехова в Мелехово, усадьба Лопасня-Зачатевская, известный Пушкинистона. Вот такие вот у нас награды были вручены. Ну и первый день был замечательный концерт. Прекрасная девушка пела романсы пушкинского времени. Так что все не только поработали, но и отдохнули на нашей конференции. Всего на конференции в течение двух дней было у нас порядка 250 человек. Это очень много. Это крупнейшие научные конференции, которые проходят не только на территории Одинцовского района, но и на территории Московской области. Это вот такая. Сейчас мы ждем еще гостей. Вот буквально на днях к нам прибывает. Впервые у нас здесь музей будет заседать Президиум Международного Совета Музеев, ИКОМ. Это российский комитет. Приедут 29 директоров крупнейших музеев России. Во главе ИКОМ сейчас у нас стоит Александр Михайлович Шолохов, внук известного писателя Михаила Александровича Шолохова. Это у нас заместитель сейчас председателя комитета по культуре Государственной Думы. У нас на ИКОМе будет член Президиума ИКОМа Владимир Ильич Толстой, советник президента Российской Федерации по вопросам культуры. Будут директора из Владивостока, из Кемерово, из Оренбурга, из Владимира и Суздали, из Санкт-Петербурга. Это и Гатчина, и Эрмитаж, и ГМИ Пушкина изобразительных искусств, Третьяковская галерея. То есть это крупнейшие директора, крупнейшие замы директоров вот этих ведущих наших музеев нашей страны. Ну вот такая вот большая вот работа, которая у нас проводится. Ну также наши традиционные будут и пушкинские праздники будут проводиться. В этом году у нас выпадает пушкинский праздник прямо на 6 число, на день рождения Александра Сергеевича Пушкина. 6 будет проводиться опять пушкинский театральный карнавал. Министерство культуры подтвердило уже, будет в субботу здесь проходить. Ну а в воскресенье будет проходить наш традиционный, добрый, очень веселый пушкинский праздник в Захарове. В первую субботу июля будет проходить фестиваль «Традиция». Также еще один очень интересный праздник, на который я приглашаю, который у нас уже традиционно проходит четвертый раз. Это 4 ноября в день народного единства. Правда, погода всегда не очень-то хорошая, там иногда снег с дождем, но, вы знаете, огромное количество людей собирается. Это праздник окончания Великой Смуты на Руси в 1612 году. Ну, не 17-й год, а 12-й год у нас. И здесь у нас военно-исторические клубы принимают участие, всякие баталии здесь бывают, вот, рыцари. Так что для детей это просто, вы знаете, раздуль. Они могут и поддержать, и пики большие в руках, из лука, посмотреть, как готовили в то время. Конечно, это вообще очень интересное такое мероприятие. Вот, такой праздник всей семьи тоже, я бы сказал. Ну, вот такие вот праздники проходят, потому что музей у нас стал действительно одним из самых крупных музеев на территории Московской области, очень известный на территории России, на зарубежом, мы широко известны, благодаря выставкам, нашей большой работе, которую мы проводим. И, в общем-то, здесь очень много посетителей у нас. Ну, в прошлом году нас посетило, вместе с массовыми мероприятиями, 326 тысяч человек. Это, в принципе, довольно большое, это один из самых крупнейших. Мы пока еще стоим на втором месте. Ну, на первом месте у нас Новый Иерусалим, вот крупнейший музей Подмосковья. Ну, а на втором месте вот мы стоим по посещаемости. Ну, это не предел нашего музея. Я считаю, что, в принципе, мы очень активно работаем с москвичами. Это Олимпиада парки, музеи, усадьбы. Вот такая Олимпиада проходит замечательная. Проводит департамент образования города Москвы. У нас очень много детей из Москвы приезжают. Детей Московской области тоже сейчас будут. У нас наше министерство продумало, каким образом дети могли бы приходить в наш музей тоже забесплатно и как-то вот немножко все это сориентировать на это. Сейчас идет очень большая программа Министерства культуры и губернатора Московской области «Активные долголетия». Когда во второй вторник нам приезжают пенсионеры, которые очень активно ведут активный образ жизни, они очень интересны. Всегда водить экскурсии этой категории людей очень приятно и очень интересно. Знаете, они с одной стороны как дети, с другой стороны уже умудренные жизненным опытом. Это очень благодарная публика. Вы знаете, очень приятно всегда с ними общаться. Мы принимаем, очень много пенсионеров к нам идет, смотрят экспозицию нашего музея, экспозицию, выставки. Иногда там тяжеловато передвигаться им. Но сейчас мы и здесь тоже продумали. Министерство культуры к этому откликнулось. Многие музеи Московской области выделены средства на приобретение различных дополнительных устройств для инвалидов. И тактильные указатели у нас появились, и траволапер такой вот поднимать. Теперь мы можем с колясками принимать наших посетителей, колясочников, чтобы они могли посмотреть не только первый этаж дворца, как раньше мы показывали, но и сейчас и второй этаж дворца. Это такие же наши активные жители. Но, к сожалению, жизнь так распорядилась, что они потеряли, не могут самостоятельно передвигаться или передвигаются с помощью подручных средств разных. Но они такие же, и они очень активные, очень интересные, и намного даже интереснее с ними работать, чем с обычными посетителями. Ну и школьники наши. Мы проводим по традиции у нас международный конкурс детского рисунка. В этом году мы объявили 16-й конкурс. К сожалению, дети Одинцовского района не очень активно принимают в этом участие. Хотя, в общем-то, вся страна об этом знает, знает весь мир. К нам приходят рисунки из Германии, США, из Австралии, из Новой Зеландии, из Бельгии, из Словении, из Франции, Польши, Кипра, Турции. Из Одинцовского района мало приходит рисунки. Я думаю, после нашей сегодняшней программы дети обязательно подхватят эту идею. Да, это совершенно бесплатный конкурс. Никаких там оплат не надо, никаких, упаси Боже, регистрационных взносов или что-то. Дети просто присылают нам свои рисунки. О Пушкине, о жизни Пушкина, о творчестве, по сказкам Пушкина. Огромное количество рисунков к нам приходит. Вот 15-й конкурс в прошлом году был совершен. Нам было прислано 9720 рисунков со всех уголков нашей страны. Мы выбираем победителей. Как-то исторически сложилось, что мы выбираем 30 победителей. Они все получают первое место. У нас нет второго и третьего места. Все первые получают. Разные возрастные категории. Нельзя ребенка семилетнего сравнить с семнадцатилетним. Поэтому, конечно, мы распределяем вот так вот поровну такие призовые места. А всем нашим участникам, всем, кто присылает, независимо, значит, по качеству рисунка, мы всем направляем диплом об участии в международном конкурсе. Диплом не только детям, но и учителям. Если это пришлось из школы. Если ребенок указал фамилию, имя, отчество учителя своего, то это очень важно для учителя, для получения баллов, для зарплаты, для статуса. Это очень важно. А это все-таки международный конкурс. Он действительно очень большой. И вот в этом году мы уже объявили шестнадцатый конкурс. Он проходит у нас с первого сентября по первое мае. Ну и также конкурсы юных поэтов, школьные пушкинские конференции. Дети Одинцовского района очень хорошо откликаются. Очень есть активная школа, которая все время принимает участие в наших конкурсах. Боюсь кого-либо не назвать или кого-то выделить. Потому что все большие молодцы. И вы знаете, какие прекрасные стихи пишут дети. С каждым разом они совершенствуются, потому что в голове у нас жюри конкурса уникальный человек, член Союза писателей, ведущая передача на Радио России «Слово о слове» Светлана Владимировна Трушина. Великий знаток русского языка. И она детям поэтесса сама. И она детям дает еще мастер-класс. Как правильно писать стихи, какие фразы употреблять, какие что это. Вы знаете, это очень дорогого стоит. Все эти школьные пушкинские конференции, где дети читают не только свои сочинения о Пушкине, но и о том месте, где они живут. О своих мамах, папах, бабушках, дедушках рассказывают. Сейчас мы будем отмечать 75 лет Победы в этом году. Это очень большой праздник для всех нас. Потому что и в том числе эти конференции все будут посвящены, конечно, 75-летию Победы. Ну и сразу вопрос, 75 лет Победы, как мы готовимся. Как вы, да, как готовитесь. Как мы будем, вроде бы, кажется. Ну что там, такого музей-заповедник Пушкина. Какое он имеет отношение к Победе? Мы все имеем отношение к Победе. Неважно, какого рода или племени там музей, даже если это археологические раскопки, все равно мы обязательно, мы обязаны просто откликнуться на эту замечательную дату. Наш музей сейчас принимает активное, очень активное участие. Вот с 31 числа, с 31 января, но по ряду причин у нас эта программа будет со 2 февраля. Каждый житель может рассказать об участнике Великой Отечественной войне, о своем герое. В каждой семье был обязательно герой. И вы можете прийти к нам, записать на пленку. Вас запишут там где-то одну-две минуты, вы можете поделиться воспоминаниями. Все это будет сконцентрировано и будет показано на 9 мая в музее Зои Ксамдемьянской. Сейчас будет открытие музея Зои Ксамдемьянской, огромного музея, комплексов Петрищева. И вот там это все будет в отдельном зале, будет выделен такой зал. Мы же готовим, мы тоже принимаем участие в этой акции. Он будет проходить до 1 апреля, вот со 2 февраля по 1 апреля. Это во всех музеях Московской области и во всех библиотеках. Так что не только к нам, могут они и поблизости в Одинцово записаться. В общем-то вот такие вот акции будут проходить. Еще мы собираемся сделать выставку, очень интересную выставку. Тоже в каждой семье свой герой. Жители, вот неважно где он живет, но в основном мы будем брать местных жителей, везем из Захарова, Голицына, могут из Одинцова приехать, могут даже из Москвы. Рассказать о своем бабушке, дедушке, об участнике Великой Отечественной войны. Принести его портрет, неважно, фронтовой портрет. Если нет фронтового портрета, современный портрет. Если он жив, замечательно, если уже, к сожалению, вот умер, то его последний портрет можно принести или тот, который они хотят принести. И небольшая такая справочка об этом участнике, где, в каких фронтах он принимал участие, где он воевал. И мы хотим, мы тут же перефотографируем этот портрет и вернем владельцам вот эту подлинную вещь, а у нас будет храниться фотография. И мы хотим сделать баннерную выставку. Мы хотим ее разместить в нашем Парке Победы, чтобы каждый видел, каждый мальчишка, каждая девочка видела и гордилась своим дедушкой, своим прадедушкой, и вот об участниках Великой Отечественной войны. Выставку мы хотим открыть 9 мая, и она должна проработать до 1 октября, чтобы все смогли ее увидеть. Ну, такая на баннерах она будет сделана. В самом музее у нас будет выставка, мы планируем сделать от Победы до Победы. Война 1812 года и Великая Отечественная война. Победа над Наполеоном, победа над Германией фашистской. Вот, там будут солдатики у нас такие вот миниатюрные, там будут макеты, нашли одного очень интересного жителя, здесь Голица не живет, вот, еще пока не встречались, но надеемся, что он все-таки нам даст на временное хранение, под большую ответственность, свою замечательную коллекцию танков. У него, представляете, 60 танков миниатюрных. И вот мы хотим вот такую вот выставку очень интересную сделать здесь у нас в музее. И затем мы хотим все-таки сорудить памятный знак. Планируем сорудить памятный знак здесь, на территории усадьбы Везема, ведь в годы Великой Отечественной войны здесь работал госпиталь. Очень многие бойцы не вернулись на поля сражений, навечно остались здесь, в Веземской земле покоиться. Многие были вылечены, дальше благополучно воевали. И мы хотели просто вот памятный знак поставить, вот, благодаря мужеству врачей, мужеству медицинского персонала, вот, в память тех, кто лечился здесь, в госпитале. Потому что у нас есть небольшая табличка на дворце висит, что здесь был Ивака госпиталь, а мы хотим такой памятный знак поставить. Он будет стоять вот в парке у нас, место мы уже выбрали, потому что госпиталь был не только во дворце, но и в здании музыкальной школы сейчас, и во флигелях, и вот везде он был, и везде, вот, в годы войны. А поэтому нам вот хотелось как-то это увековечить. Ну, вот, такие планы у нас большие, ну, не знаю, там, что-то удастся осуществить, может быть, что-то нет, но мы все-таки будем стараться и надеяться, надеяться, что все это у нас получится. Спасибо, Александр Михайлович, за интересную беседу. Я ни капли не сомневаюсь, что все планы обязательно осуществятся. Спасибо большое, спасибо, уважаемые телезрители. Приглашаем вас в музей-заповедник Пушкина. А мы с удовольствием воспользуемся вашим приглашением. Мы обязательно посетим все ваши крупные мероприятия, расскажем обо всем этом нашим телезрителям. Спасибо. Вы смотрели специальное интервью, оставайтесь на нашем канале. До свидания.